В этом году рекордное количество участников соревнований. Около 500 спортсменок из различных городов нашей страны. С каждым годом черноморская русалочка становится популярнее. Изменились сейчас и судейские условия. Высота девочки над водой – это художественное впечатление, хореография, работа под музыку, длительность связок – это когда девочка в вертикали, вверх головой. Много критерий. В целом программа, чем она сложнее, чем она более техничная, быстрая, интересная музыка, конечно, смотрится она лучше и оценивается выше. Как известно, в синхронном плавании российские спортсменки – самые лучшие. Вот на такого рода соревнованиях и готовятся будущие спортивные звезды. В этом году оценивать выступления синхронисток будет коллегией из числа сочинских и ростовских судей. Мы планируем показать два комби детская и взрослая, одну группу детскую и также у нас четыре целистки и два двоя. Большим составом в Сочи представлен Центр по синхронному плаванию Марии Киселевой. Трехкратная олимпийская чемпионка давно занимается подготовкой спортсменок и во время прогона программы здесь, на Красной Поляне, тщательно следит за выступлением каждой девочки. Мы прошли все свои композиции, которые привезли на эти соревнования, подряд, прогоны, все группы, все гомби, все соло и все дуги. Поэтому сейчас уже девочки выкладывались как-то на соревнованиях, первый раз нашли в looks, как она будет звучать на соревнованиях. Поэтому сейчас будут разбирать и работать дальше над тем, что они указали, кто собрался, кто не собрался. Кто исправил свои жизни, кто допустил Cord Netsha. Поэтому, конечно, сейчас будем заговаривать, работать дальше и работать, что надоarette в этой программе, потому что с завтра соревнования решается. Мария Киселева тренирует детей не только по классической системе, но и с использованием новейших методик. Как раз здесь в Сочи все смогут увидеть результат ее новой смешанной системы тренировок. Турнир продлится еще три дня. Именно сильнейших русалок станут известны в воскресенье.